Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Давайте начнем с этого ужасного взрыва в Ливии, ой, в Ливане, простите. Что это, почему это и зачем это? Это событие, которое полностью перетряхнуло Ближний Восток и, конечно, нанесло Ливану колоссальный ущерб, возможно, невосполнимый. Речь идет о взрыве, который привел к уже, как бы известно о гибели, более полутора сотни человек, к тысячам раненых и к сотням тысяч человек, которые остались без крова, в том числе дети и семьи целые. Пожалуй, единственное, что можно с уверенностью сказать сейчас об этом эпическом совершенно взрыве в Берутском порту, что это не мы, не Израиль. Мы так грязно не работаем никогда, и это совершенно ясно. А вот было ли это случайной аварии или какой-то интригой Хизбаллы, возможно, что мы узнаем об этом в ближайшее время. Может, и нет? Я сказал, что мы так грязно не работаем. При этом, конечно, надо понимать, что в отличие от нас, Иран и Хизбалла, таки да. Поэтому что-то, на самом деле, имело место авария, как говорит официальная версия, мол, селитра на складе, которая была сконфискована еще в 2013 году, вдруг взорвалась. Или это была диверсия Хизбаллы тогда, зачем, почему в своем собственном городе, в Беруте. Чуть позже мы об этом поговорим. Или, как заявил президент Ливана, ставленник Хизбаллы, к слову, это было иностранное вмешательство, намекая, как видно, на Израиль или на США. Но для того, чтобы попробовать разобраться в этой ситуации, нужно, конечно, увидеть всю картину целиком. Начнем немножко с такого исторического экскурса. Ливан, в общем, многие еще помнят, что его называли в середине XX века такой вот ближневосточной Франции. Берут, в свою очередь, был ближневосточным Парижем. К слову, на самом деле, Берут находится буквально в 125 километрах от Хайфы. И в 30-е годы, например, прошлого века, там были даже открыты филиалы таких еврейских, ну даже еще не израильских, в 30-е годы еще нет Израиля, есть только еврейская колония. И вот филиалы таких вот магазинов «Стемацкий», многие, кто, может быть, служит нас в Израиле, или кто был в Израиле, знакомы с этим книжным магазином, в свое время это был такой израильский Амазон. Или кафе «Капульский», который еще на моей памяти был сейчас, по-моему, они уже закрылись, фейк такая, тоже очень известная израильская. Все эти компании были представлены в Беруте тоже. Ну, на самом деле, Берут расцвел в наше время, в XIX веке, потому что там начали выращивать тутовые деревья и, соответственно, разводить тутового шелкопряда. И шелк из Берута шел из Османской империи и в Грецию, и в Марсель, так сказать, поставлялся в Европу. И с развитием торговых отношений расцвел Берут. Но вот начало XX века, и в Японии шелк оказался лучше. Берут начал хелеть. Тут Первая мировая война. Вся эта часть побережья Ближневосточного, Восточного, Средиземноморья досталась Франции. И французский мандат на некоторое время снова вдохнул новую жизнь в Беруте, во все окрестносты. Собственно, я напомню, тогда нет никакого еще Ливана, нет никакой Сирии. Эти страны появятся только как кусочки французского мандата позже. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. В принципе, до создания Израиля Берутский порт, к слову, это единственный порт в Ливане, был важнейшим морским воротом во всем Восточном Средиземноморье. А кроме того, оттуда из Берута шла железная дорога и на юг, и на север. Но ливанцы сами как бы подрубили сук, на котором сидели. В 1948 году они отрезали железную дорогу на юг, на зло Израилю, потому что они бойкотировали Израиль. И, соответственно, дорога, которая соединяла Берут и Хайфу, железная дорога была с их стороны разобрана. И не собрана до сих пор. А в 1976 году, когда у них началась Гражданская война, они перекрыли и северо-восточное направление на Дамас. Ну и подрубили как бы сами себе, как я уже сказал, всё, потому что, в общем-то, значение порта, отрезанного от других городов, лишённого железных дорог, он, как вы сами понимаете, даже при том, что он был, не считая израильских портов, фактически единственным восточном Средиземноморье, но ещё Александрия в Египте. Всё-таки, конечно, это было сложно. И ещё надо понимать, Ливан — это страна, в которой, по сути дела, уже столетия нет никакого, вот с тех пор, видимо, как тут вышёл капряд, перестал быть актуальным, нет никакого серьёзного производства. Там до 80% всех товаров, они экспортные. По сути дела, вот в 50-е, 60-е годы Ливан стал такой, я бы сказал, прачечной для сунницких богачей. Это было, может быть, уже немножко позже, даже ближе к 70-м годам. Богатые арабы из Судовской Аравии, Кувейта, Эмиратов приезжали в Ливан, и там у них было раздолье. Там были проститутки, сколько хочешь, там был алкоголь, сколько хочешь. И, фактически, всё то, что было запрещено в их странах, там они могли оттянуться. И это как бы был и арабская страна, и в то же время не арабская страна. И это было время расцвета Ливана. Параллельно в 50-е и 60-е годы по мере того, как арабские страны, которые были нарезаны западноевропейскими странами, Англии и Франции, фактически, просто по карте после Первой мировой войны прочертили, и вот они возникают, они все потихонечку скатывались к диктатурам. И по мере того, как возникали диктатуры, творческая интеллигенция, как мы бы сказали, бежала из этих стран, откуда там взялась творческая интеллигенция. Сейчас даже трудно представить себе, что в таких странах, как, например, Ирак или Сирия или тот же Афганистан и Иран, но это не арабский стран, но тоже мусульманский, когда-то все было по-другому. Но было по-другому. Ирак, Сирия, это были части, Кипят, это были части колоний Британской империи. И там развивалась культура и наука, и искусство, может быть, не так, как и в Европе, но, в общем, там была творческая интеллигенция, они были очень европеизированы. И когда все это стало закручиваться, сначала в сторону социалистической диктатуры, а потом, как вот сейчас, в сторону исламской диктатуры, то народ бежал оттуда, и люди, которые бежали из своих стран, из Сирии, из Египта, из Ирака, они оседали в Беруте. И в Беруте, соответственно, культура арабская процветала, такая европеизированная, что ли, но в то же время действительно самобытная арабская культура. Но вместе вот с этим огромным количеством беженцев, эмигрантов нарастали и интриги, и политика, и напряжение. Это были игры разных разведок разных арабских стран. И Израиль, конечно, там тоже отмечался. Почему? Потому что тогда бежали, там были, так сказать, находились боевики ООП, и, соответственно, у Израиля тоже был интерес там немножко пошурудить, потому что нужно было предотвращать терапты против еврейского населения стран Израиля. И вот 75-й год, гражданская война, которая начинается в Ливане, мы об этом еще немножко тоже поговорим подробнее. И ООП, Ливан, ведь так по-добрососедски, сидел бросердечно, принял в свое время огромное количество палестинских арабов, точнее, боевиков палестинских арабских организаций, которых в свое время обучил, вооружил и поддерживал Советский Союз. Они попытались, их, в принципе, готовили для того, чтобы они устроили Израилю что-нибудь плохое. Они начали с Иордании, потому что это было удобнее и интереснее. Иорданский король, отец нынешнего королька, выгнал их. Они бежали в Ливан и там в Ливане продолжили как бы свою возню, которая в итоге стала одним из триггеров вот этой самой гражданской войны, разразившейся в Ливане в 75-м году. Именно тогда, кстати, произошла первая волна эмиграции арабской в Европу. Это были интеллектуалы, и как бы они вполне себе прижились. Это сейчас мы уже говорим, когда мы говорим об арабской эмиграции в Европу, мы представляем себя совершенно других людей. Все меняется. В 89-й год гражданская война в Ливане затухает. Ливан, по сути дела, оказывается под сирийской оккупацией. И в это время под сирийской оккупацией поднимает голову Хизбалла, шиитская боевая организация, террористическая, как мы говорим в Израиле, которая как бы говорит о себе как о структуре против Израиля. И вроде бы все, что она делает, она делает как бы против Израиля, защищая Ливан от Израиля. Но, по сути дела, Хизбалла занималась всегда главным образом захватом власти в Ливане. Все остальное было лишь функционально. То есть она воевала с Израилем настолько, как бы, насколько это требовали от нее иранцы, которые за это платили деньги, и настолько, насколько это помогало им подминать под себя Ливан. Появление Хизбаллы, поднятие Хизбаллы как бы отпугнуло богатых суннитов, которые уже больше не хотели приезжать туда. Некоторые страны, такие как Катар, если не ошибаюсь, вообще запретили появляться своим гражданам в Ливане. И вместе как бы пересечением потока богатых суннитов из нефтеносных стран начал приходить в упадок и вот этот Ливан как бы такая вот вольница для арабского мира. И, конечно, недвижимость там тоже рухнула, которую перестали покупать. Иран прикармливал через Хизбаллу Ливан, а потом, как мы знаем, два года назад случились санкции, санкции, которые очень больно ударили по Ирану. Ирану уже стало не хватать денег на то, чтобы еще прикармливать Хизбаллу и целый Ливан. И лира, которая долгое время считалась ливанской лира, считалась таким устойчивым денежным эквивалентом, и ливанцы гордились устойчивостью своей валюты, она рухнула просто фантастически. То есть от, допустим, полутора тысяч лир за доллар она дошлась до 9 тысяч буквально меньше чем за год. Представляете, какая инфляция колоссальная. И тут еще корона, которая принесла тоже реальный голод и реальную нищету, потому что экономика корона нанесла всем удар. Но в странах, в которых был какой-то жирок, было что проедать. В странах, в которых этот жирок давно проели, и мы поговорим еще чуть подробнее о том, как это произошло в Ливане, там действительно начался голод и нищета. Пример, два часа в день электричества в стране, потому что нет денег, государства закупать топливо, потому что все покупается, я уже сказал, 80% экспорт, а лира очень дешевая, и доллары из Ливана вымылись. А кроме того, еще закон Кейсара, мы об этом поговорим подробнее, который прижал ливанские банки, по сути дела прачечные для Асада и для Ирана и для Хизбаллы, и закон, который был принят в Сенате американском, прошу прощения, в Конгрессе. он прошел буквально месяц назад, и за этот месяц ситуация еще больше ухудшилась. Вот здесь надо немножко поговорить о том, как устроено ливанское государство. Ливан, как вы знаете, это очень пестрое сочетание, но главным образом вот там есть три главных группы, христиане, марониты, и мусульмане двух типов, суниты и шииты. И когда-то оказалось, что можно действительно договориться, можно организовать какое-то общее государство, все-таки мы ливанцы, один народ, тра-та-та, хоть мы христиане, шииты и суниты, мы сможем жить вместе. И была создана очень сложная система распределения властных должностей. Там премьер-министр, может быть, только сунит, глава, президентом может быть только христиане, глава парламента соответственно только шиит. Может быть, это и было каким-то же, обладало каким-то потенциалом жизнеустойчивости. Но мы знаем, что мусульмане, они и в Африке мусульмане. И, по сути дела, Ливан очень скоро превратился в арену борьбы между сунитами и шиитами, причем не столько даже внутренними, те, которые один народ, а между сунитами поддерживаемыми и наяриваемыми в Сауловской Аравии и, соответственно, с шиитами, которых поддерживает и продавливает Иран. Ну, а христиане оказались между молотом и наковальней и побежали в разные стороны. По сути дела, сейчас ситуация такая. Христиане, они в очень серьезном меньшинстве. При этом, по закону, у них половина парламента. Они в меньшинстве и, как бы, мусульмане совершенно недовольны тем, что в парламенте половина христиан, хотя их реально гораздо меньше. Сунитов меньше, чем шиитов. Тоже изменилось за последние десятилетия. И в итоге сунит и христиане как бы меньшинство, но у них властные позиции в стране. Шииты хотят перемен и результатом становится полный паралич власти. Тут надо, конечно, такой крупными мазками обрисовать уже в наше время. 2000-й год, до 2000-го года, как вы помните, в Южном Ливане находились израильские войска, и они поддерживали христиан, которые там были. Затем 2000-й год бегство Ихуда Барака из Южного Ливана, который просто сдал христиан, ну, сдал христиан и сдал христиан, он и Израилю сделал огромные проблемы, потому что, по сути дела, именно вот этот вот уход из Ливана, такой позорный, он привел к тому, что Хизбалла, которая до этого все-таки не была ведущей группировкой и движением в стране, прокси Ирана, они укрепились и начали активно захватывать политические позиции. В 2005-м году вмешательство Сирии выросло в убийство президента Сунита Харили. Убийство совершенно драматическое, взорвали так, что там полетел весь костеж, полетел вверх тормашками, огромное количество жертв. Потом был 2006-й год, после размежевания Хизбалла активизировалась и начала войну, Вторую Ливанскую войну, позорную с точки зрения Израиля, который ее выиграл, но выиграл как-то так, скорее по очкам и дал возможность Хизбалле почувствовать себя победительницей. А в это время, мы уже помним, чуть позже появляется Обама. Обама позволяет Ирану получить огромные деньги и Хизбалла накапливает количество ракет, нацеленных на Израиль, больше, чем у всех стран Западной Европы вместе взятых, прекращая Ливан, который, в общем-то, никогда не был серьезным противником стратегической угрозы для Израиля. И в итоге вот этот внутренний разлад Саудовской Аравии против Ирана и нежелание шиитов жить под властью суннитов и христиан, невозможность суннитов и христиан как бы сдерживать шиитов приводит к тому, что нет правительства в Ливане уже много лет, нет парламента, по сути дела, действенного, и государство мертво, мертво уже не первый год. Хизбалла могла бы, конечно, раздавить и суннитов, и христиан, но они понимают, что если они вот так вот просто грубо и нагло возьмут власть, то, скорее всего, международные санкции это с одной стороны, с другой стороны, сунниты из Сирии рванут в Ливан на войну против неверных, а их суннитов в Сирии поддерживает сейчас Турция, и поди, знай, как там дальше пойдет. С турками Хизбалла уже сталкивалась сейчас во время сирийской войны на севере в Сирии и знает, что турки это тебе не какие-то варвары, у них есть хорошее оружие, они умеют воевать, и они воюют очень жестоко. Но, с другой стороны, и жить под властью суннитов и христиан они не готовы. Передавал какие-то деньги через Хизбалла, как-то шииты все-таки им удавалось удерживать вот такие свои позиции шаткие, с одной стороны, сильные, с другой стороны. Но вот Трамп закрыл кран, закрыл этот финансовый кран с одной стороны санкций на Иран, с другой стороны закон Кейсара, который прошел, кстати, при двухпартийной поддержке, заметите. А Хизбалла не понесла колоссальные потери в Сирии, и денег не хватает, и банки из Ливана больше не получают деньги из Ирана и Сирии. И это прачечные Хизбалы, ливанские банки. Они потеряли все свои позиции. И еще ко всему этому, то есть к общему политическому кризису, финансовому кризису, короне, еще на днях международный суд должен вынести решение о виновности, кто же убил в 2005 году президента Харили. И все знают, что за этим убийством стояли Насрала и Асад. Они приказали убить. Но их, конечно, международный суд не назовет. Назовет высокопоставленных представителей Хизбалы. И на этом фоне, кстати, буквально на днях уволился министр иностранных дел Ливана. Почему он уволился? Потому что он видит ситуацию, он же политик, он понимает ситуацию, что будет дальше. Вот международный суд говорит, эти, эти, эти люди высокопоставленные Хизбаллоны, они виноваты и требуют их экстрадиции. А он, министр иностранных дел, в Ливане. И либо он должен выдать их, но если он выдать, ему просто отрежут голову Хизбалла. Либо, если он их не выдаст, то он тоже окажется как бы замазан в этой войне. Поэтому он говорит, я просто ухожу в отставку. И он уходит в отставку. И вот буквально накануне этого самого объявления о том, кто же виновен, и мы знаем, кого они назовут виновными, потому что это было огромное расследование, потратили 600 миллионов долларов, по-моему, я могу ошибаться, но по-моему, там какая-то просто астрономическая сумма. И таки, да, они нашли доказательства того, что это насрало и Асад, но они о них не скажут, они скажут просто о высокопоставленных деятелях Хизбаллы. И вот этот взрыв. Взрыв. Авария? Окей, может быть, это авария. Катастрофа такая, случайность. Вот. Как я уже сказал, при этом президент АУН, президент Ливана, который является ставленником Хизбаллы, хоть он и христианин, он как-то так сделал такую пространную речь и в этой речи заявил о том, что этот взрыв снимет осаду с Ливана. Какую осаду? Экономическую осаду, в которую, по сути дела, Америка посадила Ливан и привела к полному, тотальному крушению всей экономической структуры Ливана из-за санкций, из-за того, что это деньги Ирана и Асада. И вот теперь как бы этот взрыв снимет осаду с Ливана. Интересная точка зрения на катастрофу в твоей стране. И вот здесь я хочу буквально процитировать Мардыха Акидара, профессора Мардыха Акидара, которого, в общем, я часто привожу в пример, один из лучших, на мой взгляд, израильских ближневосточников, что ли, людей, понимающих ситуацию в арабских странах, которые пишут об Иеруте. И вот он говорит так, что да, официальный отчет Ливанской хвости гласит, что взорвался склад по Гауссу на первой линии, в котором содержалось почти 3000 тонн аммиачной селитры. Все читали эту смешную историю, как какой-то русский предприниматель вез эту селитру из Грузии в Мозамбик, а в Берутском порту его за что-то тут в Русском рисковали, и вот он 7 лет лежал в этом порту. И даже какие-то документы есть. Но при всем уважении, пишет Мардыха Акидар к ливанским властям, я в эту историю не верю от слова совсем. Я считаю, что на этом складе хранились доставленные из Ирана в Севчатке боеприпасы ракетное топливо, которые являются очень летучими и легко воспламеняющимися веществами. Я думаю, что для этого есть несколько аргументов. Дальше он перечисляет, что было не менее трех взрывов и описывает эти взрывы. И поэтому он говорит, поскольку каждый из этих трех взрывов имел совершенно другие последствия. Один был столб серого дыма, другой столб красного дыма, и они долго стояли. А потом было облако белое в форме гриба, которое рассеялось в течение нескольких секунд. Он говорит, судя по всему, все-таки речь идет о трех разных материалах, которые там взорвались, причем взорвались как следует. И любой, кто знаком, продолжает Кейдар, с тем, как работает порт, знает, что передний ряд складов, то есть Папгаус, наиболее близкий к воде, используется для грузов, предназначенных для кратковременного хранения. Грузы, которые долго хранятся, их перемещают на склады, которые находятся дальше от воды. Любой, кто отправляет проблемные грузы, не хочет, чтобы его видели, чтобы его сфотографировали или сделали целью с воздуха, или из космоса, или из земли, стараются спрятать его на складе, расположенном как можно ближе к воде. И вот этот склад как раз и взорвался. Для Хизбаллы Берутский морской порт заменил аэропорт Дамаска в качестве пункта назначения для боеприпасов и взрывчатых веществ, которые импортируются из Ираны. После того, как Израиль, по данным иностранных источников, несколько раз атаковал склады в аэропорту Дамаска. Потому что раньше то, что прибывало по воздуху из аэропорта Дамаска, теперь доставляется морским путем в Берут. И склады в порту Берута заменили склады Дамасского аэропорта. И, судя по всему, говорит Кейдар, 4 августа произошел взрыв легко воспламеняющихся летучих материалов, которых Хизбалла неправильно хранила в течение, по крайней мере, одного дня в металлическом складе без кондиционера. А температура у нас сейчас жарко. Она высокая. На открытом солнце, конечно, что это прогревается. И я считаю, говорит Кейдар, что это было ракетное топливо, оно испарилось из контейнера, прикоснулось к горячей стене или потолку, воспламенелось, создало цепную реакцию и привело вот этим взрывом. Менее чем через час после взрывов Хизбалла объявила, что взорванный материал был нитратом, что селитра, вот эта самая селитра, о которой сейчас все говорят. Хизбалла была первой, кто об этом сообщил. Почему? Хизбалла искала способ скрыть свою небрежность и зафиксировать официальную версию, потому что никто в правительстве не посмеет им сейчас противоречить. Но, на мой взгляд, говорит Кейдар, в Ливане мало кто верит истории с нитратом. И это правда, ливанские сети социальные полны обвинениями именно Хизбаллы. Причем говорят так, вот Израиль наш враг, а он такого нам не сделал, как сделала нам Хизбалла. Я думаю, продолжает Кейдар, что иранцы его друзья из Хизбаллы считают Хасана Насралу личным виновником катастрофы, и поэтому я не удивлюсь, если он в ближайшее время перенесет сердечный приступ в кавычках и тем самым прекратит свою роль генерального секретаря Хизбаллы. То есть Кейдар намекает на то, что это такой мощный, как говорят, ческосяк Насралы, что иранцы его постараются убрать. Но пока этого не произошло, сегодня Насрал даже говорил, выступил с речью перед ливанцами, он выступает из бункера, он в бункере сидит с 2006 года, боится высунуться наружу, так он не боится израильтян в кавычках. Но оттуда он выступил, сказал, что все, кто пытаются привязать Хизбаллу и сделать виновные за это дело, они все враги, противные и ничего не понимают. Хизбалла, наоборот, всех спасает и помогает, и первая, кто собирала кровь там, и все такое. Действительно, боевики Хизбаллы первым прибыли на место взрыва, все оцепили, и что они там делали? Возможно, убирали следы. Даже если это была селитра, почему она была там, действительно? Может быть, потому что Хизбалла прибрала ее к рукам? То есть, да, ее конфисковали у какого-то русского бизнесмена, который вез ее из Грузии в Мозамбик. Окей. Но почему она там оставалась в этом порту 7 лет? Потому что Хизбалла ее прибрала, потому что из нее, хоть это и удобрение, удобно делать взрывчатку. И вот недавно на Кипре, кстати, тоже была, хранилась взрывчатка, которую конфисковали напрямую у Хизбаллы, когда Хизбалла хотела взорвать израильское посольство. И на Кипре посмотрели, что случилось в Беруте, и быстренько-быстренько эту селитру, которая у них хранилась, но у нее никуда не девали выбросили. Так вот, если это и авария, то, скорее всего, действительно виновата Хизбалла. Что бы они там ни говорили, они виноваты, даже если это была авария, потому что хранили в порту, вблизи от жилых кварталов, вещи, которые не должны были там находиться. Но, может быть, это и не авария. Может быть, речь идет действительно о диверсии Хизбаллы, которая, как сказал или проговорился президент ООН, ставленник Хизбаллы, была предназначена, чтобы снять осаду с Ливана, чтобы ситуация стала такой ужасной, чтобы все сказали, да ладно, ладно, нельзя больше санкции на них накладывать, нужно будет их как-то спасать. И, может быть, привлечь Китай, который единственный, кто может вытащить сейчас Ливан из этой ужасной ситуации. Потому что взрыв в порту, который, по сути дела, уничтожил этот порт, единственный порт Ливана, он эту страну забрасывает действительно в каменный век. В буквальном смысле слова. 80% всей продукции, она экспортная, в Ливан ничего не производит. И аэропорт, который возле порта, он тоже пострадал. То есть эта страна сейчас полностью отрезана, у нее граница только с Израилем, у которой нет дипломатических отношений, и Сирии, в которой такой бардак, что через нее ничего не привезешь. То есть, может быть, это была действительно диверсия, которую они хотели создать, разжалобить мир, чтобы спросили спасать Ливан. Чтобы Китай сказал, ну хорошо, хорошо, я вложу деньги в вас, вы же союзники Ирана, мы теперь друзья Ирана. И как-то вытащить их из этой ситуации. И, может быть, они перестарались. И не хотели уж так совсем все взрывать. Но получилось, как получилось. Так или иначе, ряд политиков, общественных деятелей Ливана напрямую обвиняют, как я уже сказал, в фейсболу, по меньшей мере, в резвильдяйстве, и требуют международного расследования. То есть, если там все чисто, если это просто авария, то зачем международное расследование? И несколько слов буквально напоследок о том, об израильтянах. Израильтяне тут же, конечно, кинулись на помощь. И министр иностранных дел Ашкенази, и министр обороны ГАНС вместе выступили, сказали, что Израиль готов предоставить гуманитарную помощь Ливану. Такой красивый жест. Ливанцы даже не ответили. Ну, на самом деле, может быть, Ливан бы с удовольствием и принял помощь своего ближайшего соседа, потому что у них там сейчас больницы, 12 медицинских центров просто уничтожены в Бейруте. И огромное количество раненых, которых некуда складывать. И еще корона ко всему этому прочему. Там бешено пошло заражение, естественно. Но кто же, то есть не кто же, а Хизбалай разве позволит принять помощь Израиле? И президент Ривлин тоже выразил сочувствие, но это все было еще нормально. А затем произошел такой, ну даже не скандал, а событие, которое взбаламутило весь израильский интернет и социальные сети. Мэр Тель-Авива Хульдаи, крайний ливак, к слову, он подсветил мэрию Тель-Авива ливанским флагом. Но я не говорю о том, что это вообще стоит больших денег, то есть не то, что такое безобидное мероприятие. На эти деньги можно было бы отлично покормить голодных, если у нас есть такие голодные, жителей Южного Тель-Авива, более экономически слабого, или, может быть, организовать несколько курсов для детей, которых продвинуть как-то в Тель-Авиве. Но эти деньги были выброшены на красивую подсветку. И, на мой взгляд, высвечивание ливанского флага на здании Тель-Авивской мэрии это такое вот проявление отсутствия вкуса, скорее допоминающее о стокгольмском синдроме и отсутствии собственного достоинства, а не о том, что мы такие добросердечные не умеем сочувствовать. Потому что было достаточно ограничиться словами наших политиков, словами нашего президента. А вот эта подсветка в контексте, мягко говоря, недобрых отношений с северным соседом и остающейся угрозой вот этих 200 тысяч ракет, которые направлены на Израиль со стороны Хизбалы, оно как-то не смотрится. И более того, в ливанских социальных сетях вот этот жест Израиля, наоборот, над ним смеялись, его освистывали, сказали, если мы захотим подсветить мэрию Тель-Авива, мы это сделаем по-другому, намекая на то, что они ракетами ее закидают. С другой стороны, конечно, можно предположить, что не все в Ливане так однозначно. Есть ливанцы, которые, да, это видят, и, да, для них это становится как бы переосмыслением того, что Израиль не является их врагом, с которым нужно бороться насмерть. Но, на мой взгляд, конечно, все-таки жест Хульдаи это жест человека, жест неуместный лебезения перед вражеским государством, рассчитанный прежде всего, на мой взгляд, на сторонникова Хульдаи, то есть на крайних ливаков, вот тех самых инфантильных социалистов, как их назвала недавно в своей замечательной статье из Юлии Латынина, от которых нынче все неприятности сейчас и в Израиле, и на Западной Европе, и в Америке тоже. Ну и, наконец, подводя уже окончательный итог, что можно сказать? А сказать можно то, что в итоге для Израиля, конечно, это ужасная, грустная ситуация в Ливане, может оказаться хороша в том плане, что сейчас Хизбалле действительно не до 100 стычек с Израилем. То есть, если еще неделю назад мы говорили о том, что Хизбалла готовит какую-то, как вот на жаргоне блатном, закручивает подлянку какую-то против Израиля на северной границе, то сейчас им настолько не до этого, что, видимо, в последнем приоритете у них сделать какую-то гадость Израилю. И в этом смысле не то, чтобы нашим пограничникам, нашим армиям нужно расслабляться, но самим гражданам можно вздохнуть спокойно и сказать, в ближайшие полгода вероятно, все-таки Хизбалла перестанет быть угрозой стратегической для Израиля. Спасибо. Спасибо, Александр. Сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся, обязательно продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200 и давайте, наверное, примем звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Примерно 2-3 года назад в Нью-Йорк Таймс опубликовал статью о том, что Обама во время своего управления помогал Хизбалле реализовать героин на сумму 1 миллиард долларов но, правда, это все было тайно сделано. И на эту сумму Хизбалла покупала у Ирана и у России оружие. Вот. И почему это как бы не имело расследования продолжения? Это, во-первых, вопрос. И в связи с второй волной пандемии у вас в Израиле, как обстоят дела у наших младших братьев в Газе и так далее. Спасибо. Окей. По поводу расследований, на самом деле, я не могу сказать, что не было дальнейших расследований. То есть, опять же, видимо, Обама не сам там передавал пакеты с героином. Он, может быть, это все дело крышевал, но об этом, видимо, свидетельств такого рода нет. Другое дело, что есть огромное количество информации у американской разведки, у ФБР и у ЦРУ о том, насколько глубоко завязана Хизбалла с южноамериканскими мафиями. То есть, действительно, поставки наркотиков в Европу и из Южной Америки, и в Америку, в США во многом контролируются и организовываются Хизбаллой, которая развернула там свои группировки. У них есть, у шиитов, там достаточно большая диаспора, у ливанцев вообще большая диаспора в Южной Америке. И действительно, связи Хизбаллы с наркотрафиком из Южной Америки, они известны. На эту тему существует немало расследований. Какой это имеет эффект, я, к сожалению, не знаю. Видимо, не все удается доказать, но я думаю, что по линии ФБР и ЦРУ происходит давление дипломатическое и не только дипломатическое на страны Южной Америки, чтобы это дело пресекать. И сейчас Хизбалла, в общем-то, находится в другой совершенно ситуации, нежели действительно была при Обаме. И у них так уже как бы не развернуться. У них сейчас по всем фронтам кирдык, и это, безусловно, огромная заслуга Трампа, который, в общем-то, их со всех сторон вместе с Ираном, их главным товарищем, прикрывает. Теперь, что касается короны, действительно, в Израиль находится во второй волне короны. По крайней мере, так это выглядит. И я бы даже сказал, что мы уже прошли пик и начинаем как бы выходить из второй волны. А у наших соседей, по крайней мере, в автономии в Иудее и Самарии, там у арабов только всё разгорается и начинается. И, к сожалению, не только у арабов в Иудее и Самарии, но и у арабов в Израиле. Поскольку, в общем, арабы израильские в немалой степени это люди, которые привыкли плевать на законы государства и на указания правительства. И это, в данном случае, приводит к тому, что там болезнь бушует, к сожалению. И, конечно же, во-первых, они заражают и евреев тоже. Во-вторых, они попадают в больницы, заполняя больницы под завязку. Это значит, что если действительно сейчас начнётся большая эпидемия в Израиле, то, в общем, мест в больницах может не хватить. Поэтому приходится как-то это всё сдерживать. Но Израиль, на мой взгляд, сейчас справляется неплохо с короной, несмотря на то, что верещат средства массовой информации оппозиционные к Смитанияу о том, что всё очень плохо. Ты идёшь по улицам, неприятно ходить в масках, но, в общем, я так думаю, что найден некий оптимум между ограничением людей и сохранением экономики. Я вообще в этом доверяю правительству. Да. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в чём причины Натаньягу хочет принять бюджет на один год, а ГАНС на два года? Какая тут связь идёт? Объясните, пожалуйста. Окей. Значит, действительно, это практически та тема, о которой я собирался сейчас говорить. Натаньягу говорит, что ситуация сейчас очень нестабильна экономически. Мы находимся во время кризиса короны. Принимать сейчас бюджет на два года неправильно с профессиональной точки зрения. Мы должны принять сейчас какой-то бюджет, посмотреть, как в конце года мы, в конце этого бюджета мы вырвемся из ситуации с кризисом, насколько глубоки будут потери от эпидемии, и уже, соответственно, формировать следующий бюджет в соответствии с реальной ситуацией. То есть он говорит с точки зрения профессионализма, и надо понимать, что Натаньяу не просто один из... как бы наиболее успешный политик израильский. Он и буквально единственный, который понимает там в экономике. Теперь, что говорит Ганс? Я хочу сразу на два года, чтобы принятие бюджета или не принятие бюджета в тот момент, когда первый закончится, это как раз будет время, когда мне нужно будет заступать в премьер-министры, и тут я боюсь, что Ликуд меня обманет, и он скажет, мы не принимаем бюджет, и мы пойдем на выборы, и я останусь без кресла премьер-министра. То есть если у Натаньяу соображение, скажем так, экономически профессиональный, у Ганса соображение политически личное. Он боится, что его обманут, он боится, что если не будет сейчас бюджета, то принятие бюджета через год станет как бы тем инструментом, которым лишат его возможности посидеть на заветном троне. Вот в двух словах. И добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Александр, добрый день, Сергей. Значит, у меня к вам вот такое. Значит, первое, сегодня промелькнуло в прессе вашей, что у вас умер человек, который, один, Штензальц, которого, сколько я в Америке, больше 40 лет, я всегда про него читал, и после его смерти, буквально через пару часов, ваш премьер-министра, что это был гений Торы, уникальный раввин, уникальный мыслитель, философ, называйте как хотите. Скажите буквально пару слов, познакомьте многих, наверное, которые не знают. А теперь вот такой риторический вопрос. Если, не дай бог, у нас Трамп проиграет выборы и будет Байден президентом, что Израилю, в принципе, можно бояться? Хуже, чем Обамы, мне кажется, не было. Все-таки 8 лет Израиль как-то вышел из этого. Что он может бояться? Это что? Единственное, что я могу увидеть, что Америка будет начинать голосовать в ООН против него. А в остальном, что они могут сделать Израиль? Я не вижу ничего такого. Это, конечно, будет ужасно, но вот это мне сказали. Скажите все-таки пару слов про этого великого человека, который умер. Спасибо. Во-первых, по поводу того, чего боятся. На самом деле, я очень опасаюсь того, что придет Байден. Не столько самого синильного Байдена, сколько тех людей, которые будут стоять за ним. И за ним будут стоять люди, которые в своей радикальности, по сравнению с ними, Обама будет просто, можно считать, сианистом. То есть это люди, которые откровенно хотят загасить Израиль. Обама этого хотел, но он говорил это как бы из-под тяжка. Он говорил это как бы с помощью феминизма. Он унижал Израиль. Он пытался здесь все разрушить, но делал это как бы не в прямую. За Байденом стоят люди, которые откровенно говорят, что нужно убрать еврейское государство национальное. Оно не нужно. Оно неправильно. Нужно создать здесь государство всех. То есть, иными словами, создать арабское государство с еврейским меньшинством. Если евреи не сумеют здесь быть меньшинством, ну так кто же, так сказать, виноват? Вот Родезия же. Ну хорошо, нет больше Родезии. Вот Южная Африка была. Нет больше Южной Африки. То есть, есть какое-то российское черное-невритянское государство, где убивают и гнобят белых. Ну так что страшного. Поэтому, да, я опасаюсь Байдена, потому что, с одной стороны, это будет не Байден, это будет не Обама. Это будут люди гораздо более откровенные враги Израиля, антисемиты. С другой стороны, Нияу в течение восьми лет нейтрализовал, так сказать, на пределе своих возможностей колоссальных действий Обама. Нитанияу уже не тот. И не факт, что ему удастся восемь лет быть премьер-министром, все восемь лет, пока будет, например, какой-нибудь там. Я вообще не уверен, например, что если Байден придет в власти, то в Америке не будут сделаны такие изменения принципиальные, конституционные фактически, которые лишат республиканцев на годы, на десятилетия, может быть, вернуться в власть. Я не знаю, что могут придумать эти неомарксисты, люди, которые абсолютно повернуты мозгами. Это большевики в откровенности. Так вот, сколько мы сможем удерживать это давление, сколько у нас будет еще на дань, потому что уйдет Нитанияу, кто сможет защитить Израиль от вот этого давления, которое будет оказываться со стороны Америки. Поэтому, да, я очень беспокоюсь по поводу того, что будет сейчас в Америке. Я очень надеюсь, что все-таки Трамп выиграет и за те четыре года, которые у него будут, во-первых, у республиканцев появятся какие-то достойные, яркие персонажи, которые смогут прийти на смену, попытаться прийти на смену Трампу, хотя такое, в общем, сложно представить себе, чтобы больше восьми лет подряд были республиканцы. Но и в демократической партии, может быть, произойдут какие-то откаты от радикализма, и может быть, там что-то за четыре года изменится, и придут демократы, так сказать, каких мы и помним, там, лет десять, пятнадцать, двадцать назад. То есть нормальные люди, не сумасшедшие, не фашисты, не марксисты, которые хотят угробить о мире. Теперь по поводу, вы сказали, действительно, раввин один Штейнзальц. Действительно, я считаю его величайшим раввином нашего времени, и очень горько, что он ушел из жизни. Конечно, он был уже достаточно как бы немолодой человек, но все-таки 83 года, я, можно было надеяться и желать, чтобы этот человек еще жил долго. Он сделал в своей жизни очень много важных вещей. Если говорить очень коротко и простыми словами, он занимался популяризацией еврейской традиции, еврейской, как бы, Талмуда в еврейской среде, но не только в еврейской среде. Фактически книги, как он перевел Талмуд, который в значительной мере написан на арамейском, арамейский язык похожий на еврей, но непонятный. Современный израильтянин никогда в жизни не поймет, что написано на арамейском языке. Это даже не старославянский по отношению к русскому. Так вот, он перевел огромные пласты Талмуда на еврит, а в его институт перевел это также и на английский, и на русский язык. И он сделал доступным еврейскую традицию философскую огромному количеству людей. То есть, по сути дела, открыл для огромного количества евреев по всему миру, ну и тех, кто заинтересовался бы и хотел бы изучать это и прочитать корпус философский, который до того времени был знаком, был понятен лишь очень небольшому количеству людей. То есть, харидим, которые воспитываются в специальной среде, их учат, их учат понимать арамейский язык, разбирать всю, так сказать, эту всю сложность, а он это все перевел на простой язык и еще дополнил своими комментариями. Комментарии очень мудрые, очень интересные, очень глубокие, поэтому его книги, даже комментарии к Талмуду сами очень интересно читать. Есть, наверное, самая такая популярная книга, если кто-то заинтересуется, захочет как бы почитать, понять, о чем я говорю, то вот есть книга Штайнзальца «Роза о 13 лепестках». Она вышла еще в 80-м году и была переведена на 8, если не ошибаюсь, языков, в том числе на русский, на английский, то есть наши слушатели могут прочитать ее на любом из понятных и доступных, удобных им языков. Вообще он, как бы его, он, этот раввин является автором 60 книг, сотен статей на различные темы, включая Талмуду, еврейскую мистику, кабалу, философию, социологию, философию. И поэтому, конечно, за одну минуту очень трудно объяснить величие этого человека, но да, я очень советую нашим радиослушателям, тем, кто не знаком с этим удивительным раввином, вот начать с книги «Роза о 13 лепестках» и таким образом открыть для себя потрясающий, глубокий мир еврейской традиции, на языке понятном, без необходимости как бы погружаться глубоко в язык Талмуда, в всю, как бы, коннотацию, в весь контекст, который обычно знаком только людям, которые много лет находятся внутри еврейской традиции. Вот, пожалуйста. Спасибо. И еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, значит, я знаю, естественно, что в Иерусалиме живут и христиане, и мусульмане, и, естественно, евреи, и очень много религиозных евреев. Так вот, кто, какие слои населения выбирают таких леваков, как вот этот вот, простите меня, подонок, Рон Хульдаи? Это у меня первый вопрос, но, я не знаю, второй вопрос, наверное, вы не успеете ответить. На этот вопрос, пожалуйста, ответите. Спасибо. Ну, во-первых, Хульдаи, мэр Тель-Авива, а не Русалима. Население Тель-Авива в этом смысле более однородное, гомогенное. Это значительная часть его, это светские евреи, достаточно левые, многие из них, и достаточно далекие от традиции. И их вполне устраивает Хульдаи при всем своем, так сказать, почти откровенном коммунизме, к сожалению. Поэтому он выигрывает эти выборы. Другое дело, что, может быть, у него не было достойного кандидата справа, как-то правые не занимались этим, не пытались перехватить инициативу в Тель-Авиве. Но, увы, вот такой Хульдаи, который красит стену мэрии в ливанский флаг, наплевав на всех родственников погибших в войнах с Ливаном и поднесших потери от последней войны 2006 года, он пользуется популярностью и переизбирается в Тель-Авиве. Увы, жителям Чикаго, Нью-Йорка, Портленда, Сиэтла, что там еще Сан-Франциско, видимо, эта ситуация, к сожалению, очень знакомая. И да, это все может привести к тому, что происходит сейчас у вас, и у нас это тоже не за горами. Увы. У нас остается буквально три минуты времени, я не знаю, успеем ли мы чуть подробнее поговорить. Или давайте примем звонок, наверное. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, вот второй вопрос. Я узнала о том, что существует, оказывается, всемирный Ликут. Что это за организация такая? Это раз. А во-вторых, там два кандидата на пост президента сейчас как бы соревнуются. Один кандидат это Хагаэль, Яков Хагаэль, политик, которого поддерживают ну, такие вот замечательные люди, как Морт Клайн, и его соперник Микка Захар. Можете рассказать вы про обоих вот этих вот претендентов и про всемирный Ликут как партию. Спасибо. Окей, ну, Сергей, у нас две минуты, да, или минуты уже осталось? Две минуты у нас есть. Всемирный Ликут это всемирная еврейская организация, которая входит в всемирную еврейскую сионистскую организацию, и будучи всемирной такой вот как бы частью вот этой всемирной еврейской сионистской организации, влияет на распределение немалых бюджетов, которые по-прежнему обладают вот эти самые еврейский международный как бы союз. Теперь уже много лет с тех пор, как существует государство Израиль, главную роль во всех международных еврейских организациях все-таки играет сам Израиль и его политики, и поэтому внутри всемирного Ликуда фактически два кандидата, один из них Микки Зор, как вы сказали, он глава сейчас, глава парламентской фракции Ликуда, Яков Хагуэль, я не, так сказать, тоже ликудник и тоже очень достойный человек, по сути дела речь идет об одной из больших еврейских организаций международных, обладающих достаточно серьезными ресурсами, которые могут быть направлены на образование в диаспоре еврейское, или на развитие поселений, или на какие-то большие важные еврейские проекты, поэтому важно, кто будет представлять, кто будет заниматься переделом этих денег, Ликуд, лишь одна часть в этом большой еврейской сионистской организации, там есть представители разных партий, и левых тоже, в том числе, и религиозных, и светских, кто лучше, Хагуэль или Микки Зор, я не могу вам сказать, просто потому, что я знаком с обоими этими людьми, я к обоим отношусь с большим уважением, более того, я голосую в этом, как бы, в этом выборе я участвую, я не хотел бы озвучивать свой выбор, поскольку, в общем, пусть он останется со мной, и все, что я могу сказать, и Хагуэль, и Зор, очень достойные люди, я убежден, что кто бы из них не победил, он будет делать хорошо и правильно, ну, а вы в Америке там посмотрите, сами ориентируйтесь на ваших авторитетов, и на ваших достойных людей, как они будут, вот вы сказали Мортен Клайн, на мой взгляд, Мортен Клайн очень достойный человек, слушайте Мортена Клайна, слушайте других, совет, друзей, спасибо, спасибо огромное, Александр, и до встречи в следующий раз, всего доброго, пока,